Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео об обновлении Star Stable Online, что добавили нам на этой неделе. И, кстати, спасибо, что напомнили мне, что уведомления об обновлении можно закрывать и открывать с его кнопкой последние новости. Кстати, продолжается подключение в Диколесье и добавили нам новую гонку, но проехать вы ее сможете только как только повысите свою репутацию у лесничьих Рейвенпоинт. А так она вам пока не доступна, так что, чтобы ее повысить, нужно ежедневно выполнять задания и скачки в Диколесье. И тогда, чем чаще вы это будете делать, тем быстрее у вас повысится с ними репутация, и вы сможете не только пройти гонку, но, кстати, и купить у них одежду, которую тоже добавили в этом обновлении, плюс к предыдущей. И мы сейчас, кстати, тоже посмотрим этот комплектик, который они добавили. Уж больно мне нравится много чего из него. Да, то есть получается новое снижение и одежда для лошади. Так что, если вы не знаете, то в Диколесье здесь стоит персонаж Тира, вот у нее ежедневные задания как в конюшне, с помощью которых вы можете повышать свою репутацию. А уже чуть тут вдали в деревьях стоит гонка, пока что одна, но как только вы прокачаете репутацию, их станет две. Ну, кстати, возможно, в будущем даже три, потому что столбика тут три, гонки пока что две. Ровно дает как раз одну скачку под дождем, а ориентирование по местности вы должны еще будете заработать. Так что нужно потихоньку, потихонечку, да и прокачиваться, если вы это еще не сделали. Потом давайте посмотрим, какую же одежду добавили. Здесь в магазинчиках можно посмотреть чисто одежду данной местности, но можно зайти в глобальный магазин. А, нет, в глобальный магазин, кстати, странно, но этот комплект не добавили, что как-то непонятно, ну ладно. Давайте все-таки тогда посмотрим, в каком же магазинчике. Каждый раз забываю, наверное, вот здесь вот. А, нет, не здесь. Значит, вот тут вот. Вечно я путаюсь теперь в этих магазинах. А, что ж так подлагивает-то все, кошмар. Ага, вот эти новые комплекты. И знаете, что я скажу, что мне даже очень-очень нравится. Да, вот, к сожалению, я взяла очень неподходящую лошадь. Я, в принципе, не удивляйтесь, почему я на старом своем ванильном пони, потому что я ее качаю. Ну, может быть, хоть что-то мы сможем посмотреть. Да, не люблю я такие, к сожалению, вальтрапы. Они мне не нравятся. Я люблю стандартные, круглые или конкурные. Ну, здесь ничего. Сапоги у меня смущают только зеленая подошва. Так, седло, седло, посмотрите, я тоже не могу. Кепочка. Ну, в принципе, все так даже-очень-даже культурненько. Я бы вот прям вот сейчас уже обнажала на эти нагавки. Они мне очень сильно понравились еще, как только я увидела скриншот. И у меня есть точно такие же. Да, я их только убрала уже из сумки. Есть точно такие же. Я купила бордовые. И я хочу точно такие же зеленые. Они мне прям очень сильно понравились. И, возможно, я куплю штаны. И, благо, шиллингов у меня много. И вообще у меня каждый день сейчас высвечивается объявление о том, что у вас предел шиллингов. Потратьте их куда-нибудь. Вот. Так что как раз буду каждый день вместе с вами приходить, выполнять задания, чтобы быстрее прокачать себе репутацию. Потому что, во-первых, хочется посмотреть, что за гонка. А, что ж так лагает-то. И получить желанные нагавки. Кстати, о нагавках. В предыдущих обновлениях я забыла напомнить вам и показать, что в лавке для игроков, которые приобрели себе лайв, постоянную основу. То бишь, в бонусной лавке добавили новый лук. А точнее, именно нагавочки, которые мы сейчас возьмем. Но, кстати, если мне нравится, в принципе, весь комплект, то по поводу нагавок я такого сказать не могу. Хотя, может быть, они просто мне не нравятся на данной старой модельке. А на других лошадях, к примеру, как вот девушка только что проехала на Лузитане, мне понравится намного больше. А также, кстати, хочу поделиться с вами одной новостью, если вы еще не в курсе. Всем известная по рассказам и по присутствиям периодически на моем канале Каролина Роустрим создала свой собственный канал. С чем я ее поздравляю и желаю успехов в будущих видео, в будущей работе на своем канале. И если вам, кстати, интересно, я оставлю подсказочку, нажмите и переходите на ее канал. Это не реклама, и вы знаете, я никого никогда не рекламирую. Я просто очень рада, что она все-таки спустя два года решила попробовать это дело. Я ей помогла в создании, и я надеюсь, что в будущем у нее все будет хорошо. Видосики у нее выходят очень даже мистические, она классно рассказывает, и не бойтесь слушать, несмотря на плохое качество звука. Но человек только начал. Примите это все-таки к своему уму, и не будьте слишком злыми. Так что, если вам любопытно, можете зайти, посмотреть ее видосы, и если понравится, подписаться. Периодически на ее канале буду мелькать и я, так же, как и она в моих. Так что, давайте пожелаем вместе ей удачи и большого количества просмотра в скорейшем времени. Ну а по поводу обновлений на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а так же угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!